В Самаре продолжается ликвидация крупной коммунальной аварии. Она произошла на пересечении улиц Ташкентская и Старозагора. Вблизи участка трубопровода, который заменили накануне. Приостановлена подача тепла, на месте нового порыва начались ремонтные работы. Мобилизованы все аварийные службы города. За ситуацией следят наши корреспонденты. Слово Анни Вахиной. Авария произошла недалеко от того места, где буквально более суток назад случился прорыв. Это перекресток улиц Ташкентская и Старозагора. Сейчас, как вы можете видеть, за моей спиной происходят земляные работы. На месте 25 единиц техники, сотрудники теплоснабжающей организации. В зоне отключения оказались 338 домов. И получается, что они уже вторые сутки находятся без отопления. Вот они закуплены, обогреватели, также подготовлены зерные места размещения. Работает штаб в первой гимназии, куда стекается вся оперативная информация. Стоит также отметить, что ситуация находится на личном контроле главы региона, губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Без отопления остались 338 домов, 12 детских сходов и 11 школ. Больные, которые находятся на стационарном лечении в больницах, теплом обеспечены. В Самаре работает городская комиссия по чрезвычайным ситуациям. В настоящий момент на аварии у нас работает ПТС-сервис. Сейчас там 25 единиц техники, 25 человек работают. Аварийная бригада тоже на смену все есть. Кроме того, и компания ПТС тоже проводит по квартирный обход. За мерами температуры оказывается содействие районным администрациям, управляющим компаниям, управляющим микрорайонам, социальным работникам. Поэтому работаем в таком режиме. В ГУМЧС России по Самарской области развернули оперативный штаб по контролю за сложившейся ситуацией. В настоящий момент земляные работы завершены. Происходится вскрытие бетонных плит. Сейчас поднимают бетонные плиты для того, чтобы визуально оценить, что произошло в данном месте. Мы предполагаем два варианта развития события. Это образование свеща. В данном случае мы работу завершим уже к утру. И если у нас действительно порыв аналогичного характера, как был предыдущий, тогда, конечно же, у нас более значительное время понадобится на устранение данной аварии. В социальных сетях появились сообщения о том, что оставшиеся без тепла самарцы вынуждены пользоваться дополнительными электрообогревателями, что вызывает повышенные нагрузки на электрические сети и в результате приводит к отключениям целых домов от электроснабжения. Пошли по подъездам и по квартирам предупреждать граждан, чтобы осторожно использовали газ и включение отопительных приборов, потому что нагрузка на электровнутреннюю проводку будет колоссальна, чтобы потом мы еще и не оставили людей без света. В этой ситуации губернатор Дмитрий Азаров прервал свою командировку в Москву и возвращается в Самару. Глава региона взял на себя антикризисное управление, обосновав решение тем, что компания «Т-Плюс», отвечающая за содержание и эксплуатацию городских теплосетей, не смогла эффективно справиться с аварийной ситуацией, повлекшей отключение теплоснабжения в 338 многоквартирных домах. Правительству области даны следующие поручения. Обеспечить прогрев домов, попавших в зону отключения альтернативными источниками энергии, дополнительными обогревательными приборами и тепловыми пушками. Особое внимание обратить на обеспечение обогревательными приборами одинокопроживающих пенсионеров и семей с малолетними детьми. Подготовить пункты временного размещения для жителей домов, которые оказались в зоне отключения, и где нет возможностей дополнительного обогрева. Предоставить для этих целей территории санаториев и профилакториев. Список пунктов временного размещения будет доведен до жителей дополнительно. Основные усилия социального блока правительства сосредоточены на выполнении задачи, поставленной губернатором, по работе с социальными учреждениями. Это, прежде всего, учреждения образования, детские сады, больницы. Я сейчас только что вернулся из больницы Середавина. Везде организовано круглосуточное дежурство. В процессе обхода сегодня вечером было задействовано более 250 социальных работников. Следующий обход будет произведен в 8 часов утра. Развернут пункты временного пребывания по адресу улицы Воронежская, 232. Подготовлено 600 мест в пансионатах и санаториях для временного размещения людей. Энергетики закупили 2000 обогревателей. Формируется адресный перечень людей, потенциально нуждающихся в обогревателях. Идет обзвон. Обогреватели будут доставлены тем, кто обратится на горячую линию. Открыта горячая линия для жителей, где они могут у кого температура ниже и некомфортно. Особенно, если там больные лежачие, обратиться по ним, им будут привезены эти обогреватели. Соответственно, можно обратиться также в штаб, который находится в гимназии номер один. Приношу свои извинения жителям за наставленные неудобства. Прилагаем все усилия. Все работники компании Т-Плюс и ПТС работают уже вторые сутки в круглосуточном режиме. Все находятся либо в обходах, либо на месте производства работ. Постараемся в максимально короткие сроки устранить повреждения и подать соответственно отопление. Еще раз приношу свои извинения. Также в Самару в срочном порядке был вызван генеральный директор ПАУТ-Плюс Рениц Паслер. Филиал которого отвечает за содержание городских теплосетей. Губернатор обратился к правоохранительным органам с требованием провести проверку причин чрезвычайной ситуации и в случае необходимости применить к виновным все меры ответственности, вплоть до уголовной. Еще раз напомню, по вопросам, связанным с подачей тепла, можно обращаться по телефону единой дежурной диспетчерской службы 8 846 930 81 12.